Под девизом «Эффективная школа. Образованная Тува» состоялось августовское совещание. Прошло обучение по пяти различным площадкам. Это образование Тувы от приоритетов к качеству, точки роста и пути решения, подготовка кадров с учётом современных стандартов, совершенствование системы образования и качества обучения тувинскому языку. На обучающие секции съехались все педагоги, начиная с дошкольного образования до высшего. Лекции читают преподаватели с Иркутской области и Москвы. Секции проходят очень активно. У нас работают разные секции. Первая – это секция руководителей, начиная с председателей администрации до директоров образовательных организаций, где рассматриваются очень важные вопросы, связанные с управленческого характера, финансирование. Это вопросы, которые решают руководители именно этого уровня. Вторая секция, где работают заместители управления по социальной политике, управления образованием, заместители директоров школ. Там как раз рассматривается содержание образования. В рамках целевой программы «Русский язык» Иркутская область второй год активно сотрудничает с Тувой. Обучающие семинары прошли в Агдувраке, Самогалтайе, Шаганаре, Кызыле и в Чадане. В этом году концепция проведения семинаров изменилась. Сейчас особое внимание уделяют дошкольному образованию. По этой тематике прошли обучение 600 человек. И это не только работники дошкольных образовательных организаций, это не только учителя начальных классов русского языка, это и все педагоги, все педагогические работники школ, потому что тема, о которой мы говорим с нашими коллегами из Тувы, это создание языковой среды, это использование русского языка как государственного языка Российской Федерации. Потому что один учитель русского языка или только учитель начальных классов не может обеспечить полностью такое овладение языком, которое позволит ребенку в дальнейшем пользоваться им во всей мере нужной. В итоге 25 педагогов из Тувы примут участие в межрегиональной конференции по вопросам создания языковой среды в детских садах, а также пройдут стажировку в дошкольных учреждениях Иркутской области, добавляет Наталья Пономарева. Конкурентоспособность и доступность образования Республики Тува, опыт, проблемы, пути решения, эта тема не зря сегодня звучит и возникла она в продолжении реализации приоритетных направлений развития образования в Республике Тува. Мы с вами знаем, что такие понятия, как конкурентоспособность, доступность образования, они рассматриваются на всех уровнях государственной власти. Пленарное заседание августовского совещания состоялось в Доме народного творчества. В фойе представители средних образовательных учреждений выставили приготовленные студентами продукцию. Это пищевые и строительные изделия. В рамках приоритетного проекта сети учетных производств у нас в этом году открывается цех по переработке мясной продукции. Почему выбрали этот цех? Потому что у нас обучаются технологии по переработке мясной продукции. Эти специальности будут востребованы на различных вновь открывающихся предприятиях Республики. Продукцию для этого цеха мы поставляем со своего подсобного хозяйства. У нас есть подсобное хозяйство, где более 300 гектар земли, есть крупнорогатый, мелкорогатый скот. Поэтому у нас молочная, мясная, овощная продукция – это все свое. Министр образования и науки Тувы Татьяна Санча рассказала о достижениях и успехах в области образования в Республике. Также объявила радостную весть о строительстве новых образовательных учреждений в Туве. Впервые за последние очень многие годы мы вводим новую прекрасную школу в микрорайоне «Спутник» на 825 мест. Недавно, то есть вчера, мы получили соглашение от Минобора Российской Федерации о том, что еще одна школа, она будет профинансирована и введена до конца 2017 года. Это уже будет сельская маленькая школа на 179 мест и интернатом на 50 мест. В селе Итал у Илухемского кожуна. Давайте порадуемся вместе. Шолбан Валерьевич, мы также подали заявку на новую школу на 2018 год. Мы замахнулись и представили шесть наших проектов на две большие школы, на 825 и на четыре. По губернаторскому проекту в каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием подведен итог на 2017 год. Проект реализован на 80%. До 2020 года планируется увеличить этот показатель в десятки раз. Проект «Современная цифровая образовательная технология в Туве» успешно реализуется. Каждое образовательное учреждение имеет свой портал в интернете и сайты, а также стоит отметить и создание электронной библиотеки. Есть и другие не менее интересные и продуктивные работы «Мост дружбы» и «Успешный выпускник». В этом году прозрачность проведения ГИА и ЕГЭ увеличена в два раза.